так я вас приветствую дорогие друзья фейсбук пишет что собираем аудиторию для вас так пошло-поехало так вижу бельцы кишинев вижу евгению грязко маму и лену грязко очень активно в фейсбуке представители летали так продолжают подключаться бельцы так вот кишиневу ханчерсть чехия таки кого отписандра додон сандру целом на видец кваши и куани канкан уфа код штири ксандра додон то пачч судьи спорцы гиуса то он че путь с факой и куани фото сандра врансфима и пропитеду внизу кари проблем ешь браку сандруц каду кари милов милов факут и у куани кари отзазуту тот пентру астал он гран мерси сандруцем от смол цумец к денту цуфлету кредон тени кредон радость а настр так ребят репостом и делаем или нет значит творческий человек наталья шмургун присоединилась так вижу москву придумал только молдавия чехи и италия вода резина так руб деластого чайна или анкашу привет спамер ивана саяна вижу ивана саяна там директор бельского муниципального предприятия которые отвечают за то чтобы дети питались нормальными продуктами я посмотрел видео репортаж я никогда не сомневался в порядочности ивана саяну но то видео что я увидел спасибо ваня за то что ты делаешь за то что дети едят правильное мясо и другую продукцию в отличие от того свинства которые кирток и его бандит устроили в кишине без крыши демпартия работает ну так ребят я вижу кстати это касается бельских муниципальных советников я вижу там маху разошелся 5 со своей писаниной советники усатого украли здание пусть завтра выйдет шарик значит подымите все материалы объяснить этому идиоту плохотников скому значит что на каких условиях было передано в концессию почему примаху эти здания были разваленными сегодня кто-то и взялся ремонтировать к нв даша хитрит к манеру значит а а за те оскорбления которые маху мой адрес там что-то написал за это за эти оскорбления маху окажешься именно там что ты писал оскорбления понимаете когда какие-то соски плохотниковский расправили крылья критикуют власть пусть смотрят что они делали в городе все они оказывается делали но ничего не делали поэтому ребят спасибо все бельской команде и спасибо всем другим нашим примарам которые что-то для делаю для людей а те кто не будут работать для людей с ними будем очень жестко решать вопросы об этом уже много раз говорил так ну что давайте по порядку значит первое что хотелось с вами обсудить это те кто активно в социальных сетях это видели кто не видел значит покажу новость касается господина харунжина который после сложнейшего конкурса как он сегодня сказал а фостом конкурс в фарте дефечил шеха рожан марили рау окси гата чес конкурс должен хоро жинку и повести что педа таде доу за шопту ктомбре пиво не медел отрежь пизеру зеру пару то штире база лачачи чем декларам деклара танзиоди доу за шоптом конференции депрессом привода куду митвичу башенку принеская у них три из класса клар пин штоц так отсвечиваю да еще пиу не медиа штире рената усат асяры влад плохотнюк а дечис чини в афире ветору прокурор-генерал каре конкурс стима сприять андатаде доу за шапте но аптадин доу за шапте спри доу за шопт плохотнюк а дечис к хорошим локом винска с эфии челмай челмай потребит прокурор что это будет самый послушный прокурор самый надежный прокурор который уничтожит усатого уничтожит андрея анастаса реальных оппозиционных политиков понимать вот что обещал хорошим и тот беспредел который вы все видели последнее время это хорошим доказывал плохотнюку что вот я его генпрокурора смотри какой творит беспредел хочу поздравить послов европейских государств посла соединенных штатов америки господина петита те страны которые послов тех стран которые тратили деньги на реформы юстиции вот значит под ширмой проведения якобы проведение реформ юстиции значит плохотнюк на ваши деньги просто дурачит вас но то что вас дурачит это ваши проблемы вы даете ворам деньги а воры их крадут но почему под видом этих реформ сегодня мы должны получать плохотнюковского генерального прокурора еще вы завтра выйдите и скажите что да реформа продолжается думе паш пиццин митик но и шит олег ефрем к утопиола к удобно утопиола в другой конференции депрессу не дом утопиола комфирма откажу при форме ли мэрк штаты нормаленской войны шестку бандит за что дон утопиол о чем мы говорим значит значит хорунжин этой лянка шускрии а декларат публик нам дискутать ничего дата кудом на плохотнюк ну он сам наководат сама елый мишенос ну вас пораз да пути а мишень до по декларации лезь макарсия спуск бэй дай кордонатор мергла ел дискутем да сыну реку нас ктать под логари лекаря улоканцарь да бэй эдуард он залезь то ну ну най фосни шо дат лоплохотнюк то ну мая трат ла джи би си пенсупсол кантедусе лоплохотнюк канканайкалккалккаппеливда демнас што умержен на интен залезь л лбд что эти фемили карифаккурата колумай ворбимте секретаря стеньте шажем эти партии залезь все честные бюро мораль ну ловозуд хорошим ну ловозуд именно ловозуд ее кредки есть и не воин я дискутаю честный субъект кто с лидерами оппозиции значит обсуждал этот вопрос андреем настаз звонил игорю додону значит вчера еще потому что была понятность игорь додон не ответил на телефоне перезвонил сильно занят наверное значит ребят сегодня я видел то что заявил додон что тимофтий если то это будет нелегитимный президент как нелегитим правительство ребят все знают что мы живем в стране где практически все нелегитимно но признавать его не признавать человек идет с задачами карать уничтожать сажать служить верой и правдой своему хозяину понимать будем его признавать легитимный или нет и плохотнюка их оружие на это точно не интересует поэтому нужно значит нужно как-то предпринимать какие-то четкие шаги значит наша партия готова к переговорам со всеми партиями которые готовы выступить организовать протест у дедушки тимофтий вы вспомните когда мы надавили на тимофтий значит мы не дали тимофтий сделать плохотнюка премьер-министром почему сейчас не попробовать хотя бы сделать то же самое значит вот это будет реально это будет реальный шаг значит далее значит значит ребят тут я вижу некоторые вопросы по бельцам касаемо улицы крылова и другие значит ребят муниципальные советники из бельца которые видите проблемы которые люди пишут по бельцам выписывайте пожалуйста реагируйте не ждите чтобы я делал скриншоты чтоб дел вот поэтому такая ситуация поэтому надо идти к дедушке и дедушке сказать тимофтий что тимофтий назначишь утвердишь кандидатуру плохотнюка на должность генерального прокурора не дадим спокойно тебе жить даже на пенсии на пенсии и у караоке будет у тимофтий перед окном ровно столько лет сколько он будет жить потому что если он думает что он выполнит все там какие-то грязные поручения уйдет и потом будет спокойно жить то плевать в лицо будут тимофтий все нормальные люди яка игорь шеремец крей держа и фиксат яка плачь дом на вечер прямая я размул смес дом шеремец пентрумока коридепойка шеремец мне чешти дегрев лобал ши тэц и интриганции что я делал дима хуэмблока нешти випер и пяколу сын курси сыфака сестры щи залежи всякость факи так ребят поэтому значит надо обсудить значит предлагаю нашим вице-председателям то есть кишинёль лянкашу цепович пануш значит на съезде партии который мы проведем надеюсь это будет ближайшее время значит будет избран вице-председателем партии дмитрий алексей чубашенко значит ребят определитесь кто говорит социалистами кто говорит с платформой да ну ребят давайте что-то делать значит вот по прокурору такая ситуация значит главный аргумент для тимофтий значит усатый двадцать восьмого на пресс-конференции рассказал о ночном совещании у плохотнюка куда приходил по моему тот же хорошен или он был за день до этого я не помню же эти нюансы я просто вышел тогда чтобы не забыть сразу сказал ну чтобы зафиксировать значит поэтому не было никакого конкурса вот такая ситуация по прокурору значит далее значит вот это бандит бандитский заговор судьи постика значит на судя сектора рыжкановка с прокурором бусуёк с плохотнюком горбунцовым и так далее ребят вы уже начинаете заниматься ерундой вы издевались над протестующими которые пришли в мою поддержку 2 декабря на суд то же самое было в понедельник во вторник рассматривали отвод судьи значит и решили что судя будет этот же рассматривать а двадцать первого двадцать второго значит будут вынесены решения ребят я понимаю господин судя сектора рыжкановка что председатель суда рыжкановки дону миличук чинуло саванту и он поле лунч боясь в розово трансмитом меса шкла и он целек вы ему сантес крышу яц к воду к баньку торба шелу мельничук шлу поле лунч шлут этой интеллиженция аста жудикатуряска коррестя за молдова ребят да баня кари воды плохишь штизвой пенщины ватрансмешку и ватрансмите назвать эти боец назвать эти каппенешти к цей он целесец азва принем тот глобу помын теск бой аз мерзет шеи сузец лу плахатнюк сузец и сет сана тошин залезец на масну ваду арфел силин трудзе он залезец дела суп тубанил армарифе аж нула суп твал чавак дам не фереште на маудзет юди диалт ситуация значит почему они перенесли на 21 22 значит под давлением плахатнюка какое-то количество дней назад было совершено еще одну преступление значит надавили на регистру значит так как суде и судья и прокурор высказали что чуть ли не чтобы понять насколько легитимным является то что они возбудили заново закрыто уголовное дело нас легитимно всего того что они сделали значит и чтобы не пострадали внимательно значит чтобы не пострадал горбунцов так как речь идет о нем значит нужно заслушать его либо его двух адвокатов то есть судья и прокурор знает сколько у него адвоката поэтому либо заслушать его либо адвоката короче ребята главное преступление заключается в том горбунцов это преступник бандит и конченый подона который грабило людей в россии в молдове и везде от этого человека поверьте в мире есть только слезы на разных уровнях абсолютно значит за что его решил убрать плохотнюк за то что что то они не домыли самой табырцы я имею ввиду эма табырцы была замом нацбанке тогда да за то что потому что они отмывали деньги и приднестровский какие угодно понимать значит но сегодня плохотнюк с ним в заговоре в заговоре значит они хотят привести горбунцова домой и преступление заключается в том что горбунцов помимо того что он бандит-мошенник он находится сегодня в интерполе ли он не снял горбунцова с интерпол он в нем уже лет пять значит по двум уголовным делам в интерполе где-то четыре еще лежат на полке в прокуратуре антикоррупции в кишиневе начали он его не признал политическим он до сих пор в интерполе значит что они делают они придумывают возвращение горбунцова в молдову значит наш этот шарпей молдавский значит полу ротвейлер пору полу шарпей по фамилии горбунцов возвращается в молдавии уже приедет с повинной вы понимаете то есть он также как илон шор хочет доказать следствию свою невиновность и самое главное это наговорить на меня а человек который находится в розыске даже в национальном не то что международном не имеют права делать загранпаспорт то есть пока днюк дал команду срочно сделать загранпаспорт горбунцову чтобы этого негодяя привезли в молдавию и 21 22 на суде вы увидите картину как придет горбунцов как он ахает плохо и вечером на публике т.в. сидит другой коцелуш по фамилии гурел витька значит сидит фашист балакчи из другой стороны и горбунцов сидит в студии и ведущие публики т.в. будут вас спрашивать господин горбунцов а скажите а правда что вам было больно когда вас стреляли по команде усатого горбунцов да было больно даже пальцы ноги до сих пор болят господин горбунцов а вот скажите нам а правда что усатый связанная солнцем с командой да да конечно правда вы понимаете то есть они везут воров бандитов мошенников людей которые при смерти как лёня волнянский с израиля привезли тот после 20 30 химиотерапии да мне ферешки я не хочу ему зла понимаете я не желаю зла этому человеку ну понимаете он завтра послезавтра умрет а он там наговорить через всякую ерунду понимать кстати плохотнюк очень недовольным первым интервью леонида волнянского срочно попросил срочно попросил попросили еще одно-два и балакчи получил по ушам за то что плохо работает поэтому горбунцов приедет молдаве ему дадут подписку они выйдем может быть дадут домашний арест горбунцов скажет что я буду сотрудничать со следствиями докажу что все было там сфабрикованы и так далее хочу спросить верила мораря господин верил мораль прокурор антикоррупции мы с вами там в каком-то году встречались и вы мне в захлёб рассказывали о том какой горбунцов преступник бандит как он обманул на деньги гражданина израиля как он украл деньги там других клиентов универсал банка и так далее значит после этого вы помните скандал когда пыньте пришел исполняющим обязанности с генпрокурора за это ему сегодня мсят и посадили его посадили не по делу кармалака это все байки по посадили за то что он мораря снял тогда мораль тогда уже был правда значит прокурором куда-то его в бендер отправили понимаете за это они мсят сегодня пыньте вместе с хишон значит как господин мораль вы были прокурором антикоррупции когда вы раскопали то что плохотнюк бандит значит не интересна позиция прокурора господина братунова корнил иванович который написал хоружину 2 сентября на обратил что ввиду вновь открывшиеся обстоятельства просьба там срочно возбудить за на дело по универсал банку корнил прокурор генеральной прокуратуре должен был писать какой-нибудь моральский солдат по сделке по универсал банку тоже всем вам было все понятно сегодня непонятно да пусть сегодня надо уничтожить усад значит уважаемые прокуроришки судьи милиционерчики и вся шобла которая служит этому бандитскому режиму значит ребят вы не думайте что сегодня вы если строите себе дома трехэтажные выводите деньги за рубеж отправляйте своих родителей в санатории за рубеж некоторые кто-то в таиланде что-то там себе строит и так далее ребят да помогайте родителям дети но вы помогаете все на деньги которые вы грабите у бизнесмена либо которые вы получаете от плохотника поэтому вы все ответите и ближайшее время я уже кое с кем грилл надо создать сайт куда выставлять всех этих прокуроришек милиционеров которые фабрикуют дела против меня других оппозиционных политиков простых граждан республики молдова которые не ходят не носят плохотнюку понимать этому харунжину и так далее понимать я понимаю почему они запихнули харунжина наверх они оставили где-то внизу понимать значит среди тех прокуроров исполнитель которые берут деньги да потом там заносят наверх потому что харунжин я ланой дурк каньесы ку ну фикарю ом и кулу штицком каримай фрум шел карима пацан да так если эдуард харунжин так и разжился и шелом бизнесмену по баньку на сулы то его бы могли потом опознать пять тысяч человек понимать поэтому они взяли и занялись и его повышением потому что слишком примечательное примечательные запоминающиеся черты лица значит как вы можете сегодня сотрудничать с бандитами для того чтобы сегодня меня посадить я понимаю вы отмазываете плохотнюка потому что плохотнюк сегодня является вашим хозяином но ребят научитесь брыкаться потому что плохотнюк заведет самолет значит если будет место в багажнике возьмет шора собой и улетит его мы будем искать а вы что будете делать неужели вы думаете что потом мы когда придем власти мы будем слушать грустные истории что про оформленные дома на секретарь подставных лиц тёщ и так далее ребят это все будет конфессуровать скованно я понимаю что вас сегодня это сплотит для того чтобы меня уничтожить но вы все те кто знаете и полицейские в убойном отделе и и те же прокуроры даже кто работает против меня они прекрасно понимают что плохотнюк является заказчиком убийства горбунцова в луну и сегодня практически все на это указывает есть доказательства повторяю что ты раз но вы спасая его решили посадить меня так сейчас если приедет горбунцов для того чтобы сыграть очередную роль вашем спектакле плохотнюковском так ребят завтра не возьмут застрелят этого дурака жирного понимаете и потом возьмут пистолет значит засунут или он кашу или лени пан уж в кофту и скажут что вот мы нашли доказательства у ля на кашу в штанах нашли вот такой пистолет понимаете значит понимать хоть ходите в кишиневе после всех этих них дурацких историй что нами в обтяжку понимать чтобы не могли ничего засунуть и зашитыми карманами хочу обратиться к господину горбунцову значит этот господин это в кавычках может это бандит и мошенник который будет сидеть значит хочу напомнить один важный момент значит тимофти нашел вместе с господин под урару прекрасно знает ситуацию связано с гражданством горбунцов еще получено при вороне что там масса нарушений и тимофти в один день позатрел бандит ночи короче дедушка решил аннулировать гражданство значит подписанная воронина понимать значит филанского ходюком тогда не разрешили вопрос ведь тоже да ну как бы человек бандит незаконно получил указом президента воронина молдавское гражданство сегодня есть основания потребовать аннулировать кстати у нас после инаугурации в стране будет президент которому я точно обращусь если ответить на телефон чтобы письменно отправим мало ли не работает ватсап вайбер отправлю почтовых голубей значит с просьбой все-таки разобраться там масса нарушений в деле горбунцова игорь николаевич дедон как бы теоретически должен что сделать должен аннулировать гражданство незаконно выданное горбунцову значит понимаете поэтому просто беспредел значит еще раз прошу всех ребят с нашей партии чей каракумама привез демплатформа демнита дьвэр чей демпартитус очерели что бэц ашазас ваш дискутац штражет своим протест лутимовки сегодня социалистам должно быть выгодно не дать возможность тимовки это подписать понимать потому что дедон потом может выйти сказать нет конкурс по-другому андрей настас например я уверен что если будет честный конкурс может выиграть до парламентских выборов чтобы настаса не бездельничал может пойти генеральным прокурором поверьте мне придет настаса генеральным прокурором за три дня раскидать всю эту шоблу вот и вся ситуация вот значит че кужака что с игрой ребят все в порядке но это отдельная тема давайте не будем мешать все за кучу сотни тысяч просмотров может даже миллион будут первые сутки что там будет прикольно так что по делу проки тот нормал куда сару прока этой клар сегодня плохотнюк продолжает в тюрьме а кстати же что напомнили про пак что-то плохотнюковские сми не рассказали о том что они второй раз задержали жену проки значит далее 15 суток ареста и держали ее в изоляторе ченя с масками слышал брали с автоматами и так далее что-то подозрительно не сообщила публика об этом инциденте хочу спросить прокурора бусуёк всем этим прокурором понимаете уже нужно выдать эти коврики знаете вот такие которые прихожая развешивают понимать значит свернуть в трубочку этот коврик и и и заходить с таким ковриком к колике торага коля хотя прикольный понимать сомбурную букуроди сесть когда идете к плохотнюку когда идете хорошим потому что когда вы встаете на колени что-то им делаете чтобы не было синяков на коленах то такой коврик всегда будет очень удобным понимаете то есть этот коврик можно использовать и для какой-то закуски потом если куда-то на природу а так вы же просто заходите в кабинет к руководству падаете на колени простёгивайте им штаны и в это время бьются колени у вас понимаете поэтому берите коврик желательно берите коврик унгенского завода потому что они такие молдавские коврики очень плотные потому что турецкие китайские они очень тоненькие понимаете то есть не не очень то есть не очень будут смягчать удар понимаете понимаете вот значит вот шеремет улыбается его романовский пишет квн отдыхает ребят это не квн это мы живем понимаете это у нас такая же ситуация как понимаете то есть смешно но от этого вообще надо плакать понимаете я помню ситуацию как смешно было когда генерал одного ведомства когда помню задерживали этого проку в москве значит прок ну естественно посмотрели материалы дел с румынии там что было в англии в англии там попал тот не выжил в бухаресе перепутал жертву и так далее один генерал сказал слушай у вас в молдавии какая страна такие киллеры понимаете то есть где смешно и смешного мало значит чтобы закончить историю с бусуйком а то я рассказал что какой ему коврик купить но не закончил мысль значит господин бусуйок зачем вы и прочие негодяи ходите сегодня в тюрьму вот этот парень валерий маларчук который прилетал ко мне в москву и передал весточку от проки я про это рассказывал вы смотрели программу с гонцами там все эти детали кому кто не видел можете посмотреть запрещенную плохотником программу с гонцами значит это просто парень там с соседней деревни потому что прок с одного села с плохотником чтобы было всем понятно значит отправил того в москву что вот прок готов всех сдать и так далее и так далее я естественно был в шоке не мог не воспользоваться этой ситуацией дальше вы все знаете так вот этого парня маларчука арестовали якобы за то что я через него передал деньги чтобы купить показания проки ну вот весь этот бред значит его сегодня держат в одиночной камере и предлагают деньги свободу для того чтобы он наговорил на меня вы знаете я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией где очень многие ребята передают люди даже которых я никогда не видел прежде что Ренат вот нас держат требуют показания на вас мы как бы не дадим этих показаний потому что это чистый бред и вы понимаете то что вот многие люди не ломаются абсолютно разные люди да и не ведутся на деньги Плохотнюка на его свободу и так далее это для меня как бы ну говорит о том что я поражаюсь от того что есть люди которые все таки не сломались и готовы побороться понимаете сидит так же Николай Хачко и другие ребята вот такая ситуация значит поэтому я бусуёк все эти ваши проделки попытки получить показания с одного или с другого ребята это вам все выйдет Бог вас за это ждут очень долгие долгие годы тюрьмы почему господин бусуёк вы не выйдете или может быть назвать вам фамилию полицейского руководителя МВД серьезного который допрашивал Маларчука представляете без прокурора бусуёк маршала лук румынь понимаете если она вот что для лукра что пидосарку мы пьём на крещере окурка понимаете что мы не все полицейский незаконно допрашивал Маларчука значит где тот как бы ну поговорить скажите хорошо вы не согласны наговорить на усатого вы не согласны дать какие то ну ладно ну скажите ваше мнение все таки вы знаете хорошо проку вы знаете других персонажей кто участвовал в этих убийствах скажите все таки кто реальный заказчик значит ну Маларчук такой деревенский парень здоровый вы видели его фотографию с такой шайбой когда его задержали я считаю что из того что я понял что плохотнюк заказчик этих убийств значит они сразу передумали допрашивать официально Маларчука потому что допросил официально если он это положит все на бумагу потом это всплывет через месяц через полгода через год просто уроды значит скажите ваше мнение о платоне ну вы наверное имеете ввиду то что появилось решение апелляционной палаты что без его присутствия его там экстрагировали и так далее решение что-то послушать есть бандит по фамилии Петро Порушенко который другий партнер молданского бандита Владимира Плахотнюко и вот Плахотнюко и Порушенко это два бандита которые сегодня сотрудничают между собой и наносят ущерб всему молдавскому народу кстати я вас очень прошу позавчера на телеканале Россия 24 я увидел интервью депутата Верховной Рады Украины Анищенко не помню имя который рассказывал как Порошенко проиграл местные выборы покупал председателей там районных советов других как всех пишет шантажирует ребят вот все что Анищенко рассказывает про Порошенко вот он все рассказывает про Плахотнюка я если сейчас найду это интервью оно было вчера или позавчера очень свеже и если я опубликую это интервью значит вы увидите что если такое ощущение что Анищенко говорит про Плахотнюка подкупы депутатов угрозы шантажи расправы и так далее понимаете вот будет прикольно понимаете значит Егор Амановский пишет Анищенко да я как сказал я по-моему так и сказал Анищенко значит имени не помню Анищенко депутата да вот такая ситуация короче вот тут пишут люди что видели некоторые значит это интервью сегодня сегодня к нам ФМСники на работу приходили здоровые сказали что очень хорошо знаете лично очень улыбались но надо было позвонить мне или написать в фейсбук я бы сделал так чтобы они не улыбались если они вам сделали что-то плохое все очень просто так так что ситуация. Нет, ты так и нас воспоминайся, да Феликс Гринку, Хачко требует действовать, требует действовать, дискуссию фамилии Лор, сусцинец или Кунла. Значит, тут пишет Сергей Чубанов, Геннадий Онищенко, вы не путайте главного санитарного врача России бывшего. С Онищенко депутатом Верховной Рады Украины. Значит, посмотрите, Онищенко Россия 2.4 весь ее найдет. Значит, вот тут пишет Ольга Ботнарь, когда же вы вернетесь в Бельце для исполнения своих должностных обязанностей? Ольга, значит, я делаю все, что могу на расстоянии, и работаю, даже находясь в Москве, а вы либо притворяетесь, либо не задавайте мне, пожалуйста, тупые вопросы. Вы пишите Плохотнюку, Плохотнюк, когда ты прекратишь свои преступные махинации против усатого и его людей, когда вы прекратите этот маразм, чтобы люди могли заниматься тем, чем должны заниматься, понимаете? Плохотнюку не нужен примарь сегодня, который сегодня зачищает все вот эти коррупционные схемы, который уничтожает, просто выжигает весь тот бред, который делали в Бельцах предыдущий до нас, и которых Плохотнюк сегодня назначает начальниками госканцелярии. Сейчас Маху выйдет, скажет, да это суд его вернул на эту должность. Сейчас Маху выкладывать Егора, ссылка в Ютубе, я так понимаю, это вот. Ольга Ботна, я вас тоже не оскорбляю ни в коем случае, но просто, дорогая, поймите, вы знаете, если вы знаете реальную ситуацию, вы так мне пишите, как будто я уехал на море, и сижу на море, и как бы решил не возвращаться в Бельце. Сегодня, извините за наглость, но я единственный, кто может довести до конца все то, что начато против Плохотнюка и его группировки. Ну, завтра я пойду, сяду рядом с Феликсом, рядом с Платоном и так далее. Кто будет все эти вопросы решать? Кто будет заниматься активистами и так далее? Вы, может быть, вы на себя возьмете, или есть другие люди? Пожалуйста. Если вопрос в том, что надо пойти посидеть, куда мы придем? Когда надо, я сяду. Так. Значит, вот, да, интервью. Вот Егор Романовский пишет комментарий, а Нищенко сдает Порошенко. Ссылка на Ютуб. Ребят, чем больше людей начнут говорить, даже у нас в стране, вы же понимаете, они не хотят говорить. Вот Платон сегодня критикует Плохотнюка. Почему Платон его не критиковал полгода назад, год назад? Их сажают, они критикуют. Я Плохотнюка критиковал, критикую, буду критиковать, пока его бандитский режим не будет уничтожен. Понимаете? А не так, как он у нас там. Пока Шоры-Моры какие-то, что-то химичат, вместе все воруют, все друзья, Шор, Плохотнюк и так далее. Сегодня они посадили Платона, Платон же говорит, что-то он там нарушал, там что-то признает, это же, по-моему, краем глаз вил прессе. Но сегодня должен там же быть Шор, Плохотнюк, Горбунцов. И кто-то тут пишет, ребят, не надо писать Плохотнюк Порошенко. Я сказал, Плохотнюко Порошенко. Порошенко Плохотнюко. Два бандита. По просьбе бандита Плохотнюка, бандит Порошенко мне возбудил, дал команду возбудить уголовные дела на Украине. Они все ждали. Первые разы же меня ловили, что я буду лететь в Молдову, Кишинев не примет по техническим причинам самолет. Самолет вынужден будет посадить в Одессе, там меня забирают, КПЗ уничтожают либо держат. Очень много лет, пока Плохотнюки постареют. Ребят, я много раз говорил вам, товарищи Плохотнюки, Славика Платона вы проглотили, Филю проглотили. Ну и подавитесь. У кого-то зубы не выдержат, у кого-то глотка. Все очень просто. Санду Кужакаль, дак и Плохотнюка командат умору Луи Гурбунцов, дичь яку молодой, чем Молдова, шай спуск, сунд приятень, чефил приятень. Дичь, Плохотнюка фосперсуана, карела протяжат Пи Гурбунцов, ладусла Воронин, дууми опт, когда Воронин прин декрет президенциал е дат лу Гурбунцов четацанее ла факут четацана републики Молдова. Ипсовистелу Владимир Николаевич. Гурбунцов аванду активитати на Универсалбанк, ку Плохотнюк, ку, и у компарата банка на Транснестре, но цинь менте кунстум нешти, есть пи интернет, пи Тецгасыз, Горбунцов, Приднестровье банки, азведец, у банка меккай на Транснестре, шай мерзел, спалер, дебан, саспалав, зесь, демиллион, дидоларь, прин, универсалбанк, у не, Владимир Юрьевич, Плохотнюк, которая была в баке для греш. Понимаете? По-отовое, цели люди люди в уши рассмотрены, обидели еще раз, а в другом состоянии, есть общество, если че сгасасысь у интервью, что вас понила, в мисиона моя с Гонса, я тебе скажу, что там подсказали больше. И теперь, мы пойдем в Молдова, он придет только абонси, дядя, потому что они говорят, что нам универсал Плохотнюк на Горбунцов, Плохотнюк-то ухажали в Лондри, после меккайта, значит вот есть люди из бельц который пишет 13 спасибо за то что делаете для города будьте здоровы ребят я буду стараться в бельцах закончился грабеж чтобы там маху не выступала что по делу в мою подпись кто-то разбит участки что за бред несет это дурак блин блин и вроде юристом стал вице-примаром был учился в школе 1 фалерском районе где учатся специальные дети ну сейчас что-то строят из себя серьезно вот значит значит вот девушка пишет тамара самотугина я сегодня была на рынке такая красота какие красивые холодильные столы это вам спасибо ребят я хорошие плохие вещи предлагать не буду вы поймите вот они раньше собирались бизнесменов деньги на праздники независимости новый год вот сейчас у нас муниципальное предприятие как ассоциации рынков оно покрывает какие-то расходы на день независимости вот сейчас будут участвовать в прошлом году я потратил сотни тысяч долларов своих на организацию нового года купил гирлянды и так далее где сейчас часть денег в этом году то что касается техники лет этих мониторов звука света значит примария в состоянии оплачивать вы понимаете муниципальное предприятие раньше все вычищали оттуда появятся вот какие то деньги они как вот как можно трачить на праздник деньги ребята это только дураки могут такие вопросы подымать значит потому что вот прошлом году да были мои деньги потрачены полностью в этом году я беру на себя сказал елку самая красивая стране будет можете не сомневаться 15 приходите на открыть будет красивый салют значит с 1 января по 7 включителя значит рождество значит неделю будет работать бесплатная столовая ребят извините не могу прокормить всю страну значит его такая ситуация то есть это то что буду оплачивать именно из своего кармана елку салют каких-то артистов и неделя будут бесплатно работать столовая в которой посчитал примерно ну смогут поесть пять тысяч голодных людей понимать значит в этом и когда они говорят вот как можно потратить там миллион лет там на день независимости на год ребят когда будут праздник бельцах три недели приезжают сотни тысяч людей со всей страны я говорил с экономическими агентами прошлом году все зарабатывают на этом кроме 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 меня владельцы маршруток магазинчиков на остановках бутиков и так далее может чем больше людей приезжают гулять чем больше тратится денег но они просто ну балан значит блокируют перепосы да не должны вроде так аринаца лучей кофичал кэнви путя прими вами ламосква бэсам госы дниште у фичи ланг гара киевский нашел эти офисы возле киевского вокзала но они я не нахожу на первом на первой линии чтобы это была дорогомиловская улица либо кутузовский проспект но сюда ниже ближе да то есть и где-то в переулках и какие-то не такие извините но не очень прикольный то есть значит будут встречаться обсуждать вопрос руководством ржд может получиться прямо на территории киевского вокзала то есть я хочу чтобы офис где есть проходимость чтобы люди легко находили понимаете вопросе не в моем комфорте а в вашем даррен темпу лапру 5 иоскларифика проблема статэтос фенорман значит помогите с переводом отчета кролл мы за него заплатили 300 тыс доллар нет возможности достать копию оригинал ребят на какой-то странице фейсбуке я увидел есть перевод отчета кролл так как а в самом выгнали тут про ребят буду обсуждать с руководством на днях увижусь так на переулки не 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 бери ну согласен так надеюсь не как диаспоре будет пришел а мне за все счет стали выставлять ребят вы слышали от кого-то чтобы за что-то брал деньги в стране ну вы с ума сошли что санду замолкла обещал идти до конца выец аскутэс на тем гата с дискутэм кутать партии ликаре и вар варсал дей а режиму плохотнюк жос гата с у терминадку поменяли полиции пшенева плохишел диструйс да синева длова парт шедешертят по нас вид диструс чинева дим партнерка принаста субцыщева кумпомене 10 сугатит уар тэсла батай контрарежимы уар пьор мусну вас параз так так Сергей Сергей Ренатова неудобен был мой вопрос я не успел может быть ребят просто я говорю с вами и когда многие пишут одновременно очень быстро поднимается наверх я не успеваю напишите еще раз неудобен мой вопрос у меня не бывает неудобных вопросов Рената Дичи интервен чей дни румыния дакая коллаборатку анкета вопрока дадюни конарси динокат 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 анкета анкета че факт и на у него и динпликарин динокат 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 про него я сказал раньше посмотрите потом видео с любым желанием значит Ренат что нужно сделать для того чтобы закрыть казино игровой зал ребят бельский муниципальный совет решил что они должны быть в километрах от школ общественных других учреждений и так далее значит они давно должны были быть закрыты в Бельцах мы им не даем авторизации наша полиция их просто тупо крышует потому что когда работают без авторизации должны закрывать плохиш после этого подхватил идею устроили рейд по стране убрали тех кому ну кто плохо носит и на этом закончилось борьба с казино должна быть другая бесяк так значит мы проиграли выбор в народное собрание ГГУЗе у нас были неравные условия с одной стороны башкан с другой ДПМ пришли ребят значит я никогда не вмешивался в работу в районах организации вы сами решали кто кандидат кто идет от партии кто идет независимо никто никого не заставлял понятно что на подрыве что это шло параллельно с президентскими и Додону где-то в этом плане где-то Додону подвратило где-то башкану ГГУЗе ребят что были здоровы и мне важно чтобы в ГГУЗе была коалиция которая работает на благо гагаузского народа а не использовала только жителей ГГУЗе только тогда когда выборы им что-то надо понимаете вот и вся ситуация послушали башкана послушали Додона отключили меня меня не было в стране я не мог заниматься компанией и продвигать наших кандидатов некоторые кандидаты шли не от нас а от других партий из-за того что меня не было из-за того что меня не было в стране значит отключили Юрия Якубова который вложил немало здоровья и средств в развитие ГГУЗе и то что он делал касаемо по сотрудничеству этого значит так что-то тут прорываться кто-то совсем ужасно не понимаю вот значит сейчас секунду извините о значит там важная информация скорее всего придет понимаете не дали участвовать Юрию Якубову сразу его уже запихнули в дело по референдуму который прошел в ГГУЗе что Якубов его там незаконно финансировал еще что-то делал и так далее значит поэтому Якубов не мог помогать тем кандидатам которые Юра продвигал да и его кандидаты некоторые там с небольшим отрывом проиграли кандидатам которых поддерживал и Башкан и Игорь Додон из Яны до Гречана и так далее понимаете вот такая ситуация значит ну заедем на страну я думаю поэтому все будет нормально я желаю процветания и жителям ГГУЗе и жителям всей Молдовы значит будет интересно посмотреть какая коалиция будет создана в народном собрании да ГГУЗе вот я желаю всем вам хорошего вечера с все как все все с если мы ему дадим возможность провести выборы так, как он этого хочет. Потом просто придется всем из страны уехать, а все остальные, которые останутся, будут мало их жить и будут просто рабами. Вы и без хорошего вечера. Делайте, пожалуйста, репосты, отправляйте ссылки дедушкам, бабушкам, тетям, дядям, девочкам и мальчикам. Будьте здоровы, вас люблю, всем хорошего вечера. Мы обязательно победим. Пока.